Были представлены разочаровывающие данные по розничным продажам США. При этом данные по продажам в Южной Африке демонстрируют положительную динамику. Но темпы роста не такие сильные, как раньше. Аннабель Бишоп, Инвестек. По данным МВФ, политическая нестабильность негативно сказывается на экономике Южной Африки. Тем не менее, уже как второй день подряд мы наблюдаем валютный рост по южноафриканскому ранду. Рынок внимательно изучает публикацию данных, которые в последнее время крайне волатильны. Каким образом пара доллар-южноафриканский ран торгуется на сегодняшний день и является ли данный тренд устойчивым? В марте во время очередного заседания по монетарной политике ФРС США придерживались мягкой позиции. Это оказало некоторую поддержку развивающимся рынкам. Инвесторы начали более активнее вкладывать свои деньги в рынок акций и облигаций развивающихся стран. Это также оказало довольно интересное влияние на курс южноафриканского ранда. В краткосрочной перспективе пара будет торговаться на уровне 15-30. В том случае, если ФРС США примут решение прибегнуть к более активным действиям и начнут повышение процентной ставки, интерес инвесторов к развивающимся рынкам немного поусихнет. Возможно, Южная Африка и балансирует на грани мусорного уровня. Однако в этом месяце, после двухлетнего отсутствия, страна вновь вернулась на международный долговой рынок. Это означает, что доверие инвесторов постепенно восстанавливается. В среднесрочной перспективе вы полагаете, что пара будет торговаться на уровне 15-45. Мы полагаем, что в июне этого года рейтинговое агентство Standard & Poor's примет решение понизить кредитный рейтинг Южной Африки. Это, в свою очередь, должно будет оказать нисходящее давление на курс южноафриканского ранда. И через три месяца пара будет торговаться на уровне 15-45. Международное рейтинговое агентство не раз заявляло о том, что слабый экономический рост Южной Африки и правительственные субсидии государственным компаниям могут привести к снижению суверенного кредитного рейтинга до мусорного уровня. Южноафриканская республика пока что далека от своих фискальных целей. В течение последних нескольких лет кредитное рейтинговое агентство внимательно изучает ситуацию в Южной Африке. В том случае, если рейтинг Южной Африки будет понижен до мусорного уровня, то это окажет нисходящее давление на курс национальной валюты. Именно поэтому в среднесрочной перспективе мы прогнозируем медвежий тренд по курсу южноафриканского ранда. В этом году золото, возможно, станет одним из самых популярных активов на фоне колебаний в монетарной политике ФРС США. Однако, как считают и некоторые аналитики, этот год также может стать очень прибыльным и для южноафриканского ранда. В долгосрочной перспективе вы полагаете, что пара будет торговаться на уровне 15-20. Какими будут основные драйверы? В среднесрочной перспективе по южноафриканскому ранду будет превалировать медвежий тренд. Это будет обусловлено тем, что кредитный рейтинг Южной Африки будет понижен. Но в долгосрочной перспективе ранд, скорее всего, что немного укрепит свою позицию. Вряд ли мы увидим сильный рост, скорее всего, что небольшое восстановление к отметке 15-20 после снижения к уровню 15-50. Мы не думаем, что ФРС США будут придерживаться жесткой монетарной политики. И вряд ли мы увидим сильное повышение процентной ставки. И на фоне этого, скорее всего, что инвесторы по-прежнему будут проявлять свой интерес к развивающимся рынкам. Соответственно, к концу этого года южноафриканский ранд должен будет укрепить свою позицию по отношению к доллару США. Аннабель, большое вам спасибо за ваши комментарии. На сегодня все. Оставайтесь с Докоскопи-ТВ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»